На счету 30-летней Ирины Гацеридзе как минимум 30 спасенных жизней. Молодая девушка погибла в мартовском наступлении, спасая раненых абхазских бойцов. Командир подразделения, в котором тогда служила Ирина, Афтандилгарская в этот день с трудом сдерживает эмоции. Говорить об этом особенном, отважном человеке очень сложно, отмечает он. Я знал ее три дня, являясь свидетелем этих дней. Очень сложно подобрать слова нужные. Это лучше, конечно, видеть все. Если бы мы это видели на самом деле, мы бы оказались свидетелями проявления человеколюбия наивысшей степени. В то время, когда роковая операция на реке Гумиста пошла по непредвиденному сценарию, главная задача бойцов и командиров была в том, чтобы удержать позиции и выйти с боем с наименьшими потерями. Санинструктор Ирина Гацеридзе проявила в те дни героические качества. Говорят, война не место для женщины, ее предназначение быть хранительницей домашнего очага. Огонь самопожертвования и ответственности за каждого раненого был настолько силен в сердце Ирины, что при его помощи она смогла сохранить десятки жизней. Вы можете себе представить, когда вы санинструктор, и тебе приносят одного раненого, второго, третьего, десятого, и таких набралось около 50 раненых в общей сложности. И большинство из них были тяжело раненые, которых надо было нести. И вот уже на третьи сутки не было ни медикаментов, ни бинтов, ни болеутоляющих, ни воды. Тем не менее, она каким-то образом могла с ними, вот, внушала им, я не знаю, какими словами. И они держались, держались. И пока мы были там, никто у нее на руках не умер. В то время, когда мужчины изо всех сил держали оборону, вся забота о раненых лежала на Ирине. Санинструктор, ориентируясь по характеру увечий, точно знала, сколько времени без медикаментов сможет протянуть тот или иной человек. Спасти многих из них на вражеской стороне было невозможно. И тогда она приняла решение вброд переправить раненых через Гумисту. Она перенесла один раз раненого, второй раз, третий раз. А там даже, можете себе представить, когда все стреляют, все взрывается. Даже один раз перейти реку вброд по поезду в воде с раненым, это уже везение. Это уже как один шанс из тысячи. И она это сделала много раз. Я сейчас не могу сказать, сколько их она вынесла, но в очередной раз она ушла обратно за раненым и не вернулась. Ночь была темной, и на расстоянии вытянутой руки невозможно было узнать перед собой лицо человека. Усталость, холод и страх не смогли остановить Ирину. С таким отчаянием она снова и снова вступала в воду, чтобы спасать. Ее жизнь оборвала вражеская пуля. Вместе с другими защитниками, Абхазии девушка была захоронена в братской могиле. Уже после окончания войны в 1993 году в районе республиканской больницы было открыто массовое захоронение погибших на полях сражений. Тогда многие семьи, опираясь на внешние признаки, опознавали и забирали своих домой. Родным Ирины показалось, что они смогли узнать ее в 1993. Однако подлинные останки девушки были обнаружены лишь спустя много лет, после ее смерти при помощи специалистов Красного Креста. Часть из тех, которые не были опознаны, они были преданы земле, как неопознанные. Вот именно эти останки в 2013 году изгумировал Международный комитет Красного Креста. И получилась ситуация, что в то время, когда было произведено вот это первичное опознание в 1993 году, семья, очевидно, просто не смогла до конца увидеть, чисто визуально было проведено опознание. И в этот момент произошло то, что был погребен останок, который не принадлежал этой семье. А уже потом, в ходе лабораторных работ, было выявлено, что действительный член этой семьи, он находится среди тех останков, которые были изгумированы как неопознанные. Подобный случай уже второй в истории послевоенной республики. Поиск пропавших без вести 2003 года осуществляет в Абхазии Международный комитет Красного Креста. В потенциальных местах захоронения ведутся ежегодные работы. Около 150 человек еще не найдены. Вот Международный Красный Крест занимается этим. Спасибо им за такую работу. Пока не похоронен последний боец, война не закончена, так говорят. Поэтому особенно не заканчивается война для самых близких, для родителей, для бойцов, для друзей. Благодаря работе, миссии многие семьи, хоть и спустя время, смогли увековечить память о родных. Мама Ирины Гацеридзе лишь через 25 лет проводила свою дочь в последний путь. Славная душа теперь покоится в парке славы. Под залпы выстрелов тело героини было предано земле. Славная душа Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Амелия Сатурян, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ